Я обрабатываю, понимаете, потому что действительно нужен опыт, и этот опыт можно заработать, но это время берет. К сожалению, сейчас, вот так вот быстро, вот я убедился, что быстро вот так взять, раз мозги перестроил, и человек завтра готов в бой, такого нет, к сожалению. Это невозможно. Я бы рад, но, к сожалению, это невозможно. Это требует время, чтобы человек научился и понимал, как этим пользоваться, а вышибается, как я увидел практика, вот привычки наработанные, шаблоны, к которым мы привыкли, вышибаются очень тяжело. То есть человеку очень трудно переступить через наработанные методы, как человек мысли даже. Потому что для того, чтобы воевать, нужно мыслить по-другому совершенно. Даже, допустим, говорить на другом языке, не нужно собирать, а вот русское слово такое, какое слово английское соответствует русскому слову. Это абсурд, никогда не научитесь говорить. Для того, чтобы говорить на другом языке, нужно сразу мыслить на другом языке. Если не начнет это, нормально говорить вы языков на языке не будете. Так и здесь. Для того, чтобы сражаться, нужно мыслить категориями на других принципальных уровнях. А для этого нужно привести опыт, и это требует времени. В один день не пройдет. Поэтому даже в дальнейшем, когда и будет, но это будет в дальнейшем, когда уже удастся многое сделать, потому что сейчас это насильно, что подготовить так вот человека и пустить туда, и он окажется просто раздален, размазан этими силами. Потому что у них жалости нет, сочувствия нет, они просто размажут и все. Я, например, себе позволить не могу. Это насильно, что пустить детей против танков, или как кавалерию раньше пустить. Те же самые поляки. Храбрость, конечно, была у них определенная, когда они с саблями кидались на танки. Помните, да? Знаете историю, да? Да и наши тоже в этом отношении не лучшие ситуации были. Польза была от этого? Никакой не было. Потому что против танка сабля не действует в любом случае. Поэтому я, например, на себя только ответственность, чтобы людей выпустили так, не собираюсь брать. А вот постепенно готовить, да, к сожалению, готовятся недалеко не все этому. Так называемая ментальная школа, о которой я говорил, там действительно у кого от природы очень хорошие задатки, там они проходят все, потому что все моменты, и таких уже тысяч детей, многие из них уже взрослые стали, конечно, мало еще, к сожалению, но это будет больше. И там они действительно проходят обучение и готовятся к войну, потому что возможность есть это воспринимать. Для тех, кто не повезло попасть в ментальную школу, этот процесс затянется больше. Пока я проводить такие школы, которые мы могли бы постепенно вести, не буду, потому что сейчас нужно делать то, что действительно важно сейчас. Потому что сейчас важно не мозги перестроить людям, что тоже будет нужно потом, а именно пробудить людей, потому что если людей не пробудить, пристраивать мозги, не пристраивать каким-то людям, нескольким сотням, несколько тысяч, десяткам, это не поможет ничему. Поэтому в данный момент важно не то, чтобы действительно кто-то получил... Конечно, это будет производиться потом, но это будет уже много, несколько этапов. Сначала человек будет показывать, что он понимает, именно понимает ситуацию, то есть понимает механизмы действующие, то есть теоретически сначала. Потому что если человек не будет понимать, вот пример тот же самый апрельский, мартовский семинар, который были. Ну вы просто ставьте задачу отделить одно от другого, проблема трахеи, это другое. Ну вот, очень красиво, они темные, я не знаю, принятые или нет. А как вы думаете? Задача – задачу. Ну, красиво, но у них есть. А люди, большая часть, вот такие серые, серые, глупые. А внутри... Вы просматриваете всю глубину. А вы задачу ставьте правильно. Ладно, не будем мучить. Когда парень, которым, кольца, мозги были перестроены, говорил, смотри на легкие. Помните, да, ситуацию, да? Что видишь? Вот легкие вижу, голубенькие. Я говорю, так смотри, правая, легкая. Какого-то отличия есть? Ничего нет. А у человека правого, легкого вообще не было, понимаете? Я же и так подвожу, и так подвожу. Потому что человек не делал это правильно, хотя я подсказывал. Потому что он увидел вокруг пленочку, которая, естественно, есть. А что за пленочка, он даже не смотрел, понимаете? Вот так очень многих ошибок, и очень много ошибок, когда люди принимают желаемое за действительное. Это самое опасное. Вот когда события произошли, ну, печально для меня лично, некоторые друзья узнали об этом, и они связались с другими, которые говорят, вот, мы поможем. Потом мне звонят, говорят, все, успокойся, все в порядке, Светлана жива и здорова. Я говорю, вы знаете, я говорю, спасибо, что, но это ложь. Я был бы очень счастлив. Я думаю, что если я не смог сделать что-то, то, так сказать, навряд ли кто-то другой смог бы сделать в данной ситуации. Но я бы рад. Но, к сожалению, то, что говорят, это ложь. Потому что она не жива, а в том время, когда говорили, она уже лежала в морге, извините. А люди говорят, что все в порядке, у нее все в порядке и так далее. Почему? Потому что человек видел то, что хотел видеть, а не то, что есть на самом деле. Вот это очень опасная вещь. Вот чем отличалась Светлана от многих людей, которые, как говорится, видят, что-то видят. Что она видела не то, что хочет, а то, что она всегда видела то, что есть. И это самое опасное, потому что за это бьют очень сильно. А то, что люди не любят правды, даже такой забавный пример могу привести. В Америке у меня была одна пациентка, которая сама дело читала карты, по картам судьбы человека. Ну, иначе, карты Таро, так называемые. Я объяснил, что у нее просто есть задатки природные, что карты – это просто инструмент настройки на данного человека, позволяющий сареотворчество включиться в поток снятия информации этого человека. Она говорит, что такое? Это просто вот так. Я говорю, если вы просто, ну, конечно, на раскладную карту, но отключитесь от карт и настройтесь на конкретного человека, вы получите информацию гораздо больше, чем через какой-то костыль. Она у нее, потом она пришла, мне рассказывала, что у нее был один такой клиент, который приходил постоянно. Он пришел к ней, она по моему совету ему выдала информацию. И он говорит, спасибо, но я тебе прихожу в последний раз. Она спрашивает, а скажи, почему? Ты можешь без причины, почему ты не… Говорит, что ты придешь в последний раз. А мне не нравится то, что ты говоришь. Она говорит, ну, хорошо, а это правда? Да, правда, но мне это не нравится. И чем закончилось? Он перестал к ней ходить, потому что он сказал, что через некоторое время он покончил жизнь самоубийством. Потому что он ходил к другим, который говорил ему то, что он хочет услышать. И когда я ему говорю то, что услышит, хочет услышать. А когда я дошел до критической точки, он оказался вынужден снять очки розовые. И когда он снял их, то он не смог приликнуть и покончил жизнь самоубийством. Вот такие абсурды такие. Поэтому самое сложное именно видеть истину, а не то, что хочешь видеть. Потому что, поверьте, увидеть то, что хотелось бы, это, конечно, кто бы не хотел, чтобы случилось то, что хотелось бы. Но тогда это самообман, который очень опасен. И люди вообще, могу сказать, не любят правды. Вот когда-то у меня была ситуация, когда еще в Сан-Франциско меня попросили, вот помоги там одной женщине, мне нужно, чтобы ты сказала ей будущее и так далее. Я говорю, ну, знаете, это бесполезно, потому что человек никогда не делает то, что ему говорили, потому что считает, что ты не понимаешь, что ты ничего не делаешь, не так, не учел, что так далее. У меня был один пример такой, несколько примеров, просто сначала приду пример. Один там парень был, который затеял бизнес со своим другом, который помогал и так далее. Там два человека в Америке, два в России, то есть и так далее, и так далее. И он мне пришел и говорит, вот что можно сказать? Я говорю, вам нужно сделать вот эту вот вещь, не буду деталей говорить, потому что это частная вещь. Если вы не сделаете, то ваш друг вас кинул, потому что ему предложат долю большую, часть вашей доли отдать, и он тогда это сделает. Вот не может быть, вы что-то ошибаетесь, не может быть, это мой лучший друг, я его всегда за тобой тянул, это мой, так сказать, как брат и так далее, и так далее. Через неделю-полторы или две он возвращается понурый. Все случилось, как я сказал. Ну, я думаю, рано. Человек один раз получил подтверждение, что я не просто говорю что-то так, тяп-ляп. Второй раз спрашивает. Я говорю, в этой ситуации вы должны вот это, вот это. Если мне сделать вот это, вот это будет вот это, вот это, вот это. Вы что думаете, он послушал? Ничего подобного. Он сделал так, как он считал нужным. Поэтому это не один раз такие моменты были. И вот просит, так сказать, приходит мне эта женщина. Я говорю, вы знаете, я думаю, что не нужно вам давать какие-то рекомендации, что вы делаете, потому что все равно их не будет. Нет, я их выполню. Я буду выполнить то, что вы мне скажете. Она задала свой вопрос, тоже не буду говорить кольца вопроса. Чисто лично, это чисто личное дело, но не в этом случае. Я говорю, для того, чтобы это изменилось, вы должны делать вот это, вот это, вот это. Для того, чтобы сделать это, вы должны сделать вот это, вот это, вот это. А я не могу это сделать. Так уже не сказать, что будете слушать. Вот единственный вариант, если вы это не сделаете, все останется, как было до этого. Понимаете, человек не хочет слышать и не хочет правды. Или правду ту, которую он хочет услышать. И, к сожалению, большинство именно зацикливается именно то, что дает ту информацию, которую человек хочет слышать. Вот это вот самое опасное. Действительно, почему так боялись Светлану, и то, что она действительно, если видела информацию, то она видела информацию, как она есть. Хотя, может, не хотела бы совсем другое видеть, понимаете. Даже как и меня проверяли, давали мне информацию о одном человеке, и говорят, вот это такой враг. То есть человек, которому я доверяю, что вот он говорит, это тест был своеобразный. А я смотрю и не вижу врага. Я говорю, нет. Нет, это враг. Я говорю, да нет, он не враг. Это был тест. Потому что неважно, уважая кого-то другого человека или нет, я не должен слепо принимать информацию, что если он сказал, что это враг, значит, я уже сразу настроюсь к врагу. Я просматриваю, никакого вражеского нет. Это оказалось действительно, что никакой не враг, а просто на человек засланный в систему определенную, который очень много сделал для борьбы с черными системами, понимаете. Но опять-таки, это нужно получать информацию достоверную. Никакой хочется, которой бы хотелось бы быть, а то, что есть на самом деле. Это очень сложно. И даже имея какой-то перестроенный мозг, который я создавал, очень многие люди именно вместо того, чтобы искать то, что есть, они находят то, что хотят видеть, или что их устраивает. Диагностику какую-то делают, наткнулся на какую-то мелочь. Вот, вот проблема вся. Так это, может быть, десятая вода на киселе. А даже дальше не думают. Вот нашел то, что устраивает, и все, и остановилось. Хотя я и систему давал, и неоднократно говорил, неоднократно проводил практически занятия, где, допустим, самую фотографию давал. Говорю, вот каждый возьмите. Бывало, так приходит кто-то. Вот, у меня пациент есть. Я говорю, ну давайте. Фотография через всех пройдет, чтобы, так сказать, каждый посмотрел и сказал, что он думает. Записал. Потом не говорил, а записал. А потом никто за это бить не будет. Это просто нужно для того, чтобы помочь вам лучше понимать, в чем ваши ошибки. И что же я увидел? Это не один раз происходило. Каждый находил что-то, то, что наткнулся чуть-чуть, и все. Хотя я объяснял один раз, что вот есть, вот нужно сначала найти первую причину. Первый уровень причин. Разный цвет и так далее, и так далее, и так далее. Задачу поставить так, задачу поставить так, задачу поставить так, чтобы вы могли найти первую причину. А следствие, это уже второе, третье, десятое. Да, бывают следствия тоже важны, к примеру, если говорить о состоянии здоровья человека. Если у человека почки плохие, а у него проблемы, допустим, сосуды, склероз сосудов, то нельзя работать со склерозом, пока не восстановишь почки. Потому что если хлынуть, начинать двигаться, эти отложения соли огромнейшие, то почки просто не выдавшись, откажут почки. Человек умудрит от того, что почки откажут. Поэтому для того, чтобы ему помочь, сначала нужно восстановить почки, сделать их здоровыми. Вот когда здоровые почки, тогда можно начинать двигать, и то малыми порциями, потому что лавину нельзя хлынуть, потому что это действительно перегрузка, и организм тоже не выдержит. И так далее, и так далее. То есть человек должен все понимать и грамотно подходить. Для этого человек должен думать и мыслить. А большинство наткнулись на что-то, увидели себе понятное, даже врачи. И натыкаются в образовании, натыкаются в то, что они понимают и знают, и дальше даже не смотрят. А ведь вся современная медицина основана на симптоматике, то есть на проявлении болезней, а не на первопричине. Они никогда не ищут первопричину, а симптомы проявления. Вот симптом такой-то, значит вот это. Продолжение следует...